То есть, являя в этот кратчайший момент времени то, чего в себе пришедшее, не в силах бывает он ни словом возречь, ни проследить мысленно. Такого рода молитвенное состояние есть Божий дар. Обычно же благодатное молитвенное настроение характеризуется умилением, посещением которого объятый ум возбуждается в чистой и пламенной молитве. Умиление это находит при разных случаях, как показал опыт. Иногда во время пения псалмов слова какого-либо стиха подавали повод к пламенной молитве. Иногда благоозвучная мелодия братнего голоса возбуждала души изумленных к напряженному молению. Знаем также, что иногда внятное и благоговейное пение много влияло, вливало горячей стих предстоящих, а нередко увещание мужа совершенного и духовное собеседование возбуждали в лежащих, когда преклоняли колено чувство к обильному излиянию молитв. Бывало, что мы не менее сильно были восхищаемы к полному умилению погибелью брата или дорогого какого человека. Та же воспоминание о нашей холодности и лености иногда наводило на нас спасительный жар духовный. И вообще случаи, в которых Божья благодать пробуждает наши души от бесчувствия и сонливости, бесчисленны. 205. Как при разных случаях находит умиление, так разное выражается оно. Иногда обнаруживается оно неизреченной некой радостью духовной, иногда погружает в глубокое молчание всей силы и движения души. Иногда изводит более или менее обильные слезы. Слезы или плачевное некое настроение есть более обычные его выражения. Они бывают при этом или от уязвлений сердца сознанием своих грехов, или от созерцания вечных благ и от желания вечной славы, или от сознания великих к себе благодеяний Божьих, причувствия своего непотребства и недостоинства, или от чувства многобедственного странствования нашего на земле. Какой знак услышания молитвы? Когда во время молитвы не смущает нас никакое сомнение, и ничто надежды нашего прошения не излагает нечаянием, если с самым излиянием молитвы чувствуем, что мы получили то, чего просили, то, да, не сомневаемся, что молитвы действительно услышаны. Ибо настолько молящийся удостоится услышан быть и получить просимое, насколько будет верить, что Бог на него взирает и может исполнить его прошение. Ибо не приложено извлечение нашего Господа. Все, чего попросите в молитве, веруйте, что получите, и будет вам. При этом Слово Божие указывает немало причин, способствующих услышанию молитвы. Так бывает услышиваемая молитва, когда двое соглашаются молиться, или когда кто молится с верою, хотя бы сей верой равнялась зерну горчичному, или когда кто неотступно молится, или когда с молитвой соединяет милостыню и другие дела милосердия. Исайя 58.6, Сераха 29.15. Видите, сколькими способами снизкивается благодать услышания молитвы. Потому никто не падает в ничаяние при испрошении себе спасительных благ. Ибо положим, что у тебя не достанет многого из того, через что услышивается молитва. Но неужели не можешь ты иметь неотступности в молитве, которая в руках всякого желающего? Ради ее одной Господь обещал дать все, что будет прошено. «Потому без колебания неверием будем неотступны в молитве и получим просимое. Так обетовал Господь, просите и дастся вам, ищите и получите. Стучите и отворят вам. Но всякий молящийся должен знать, что он, наверное, не будет услышан, когда будет сомневаться в услышании». Более всего относительно молитвы надлежит нам исполнять евангельскую заповедь, чтобы мы молились Отцу Небесному, вошедши в свою клеть и затворивши двери. Это и буквально исполнять следует, а более духовно. Внутри своей клети молимся, когда сердце свое совершенно, отвлекая от всех помыслов и забот, приносим молитвы своей Господу некоторым тайным образом и с дерзновением. При запертых дверях молимся, когда с закрытыми устами, молча молимся испытывающим не слова, а сердца. В сокровенном месте молимся, когда только сердцем и внимательным умом приносим свои прошения Богу Единому. Так что и самые противные власти не могут узнать, о чем молимся. Почему надо молиться с глубоким молчанием, не для того только, чтобы предстоящих братьев не отклонять от молитвы, и не возмущать из молитвенных чувств своим шепотом или возгласами, но и для того, чтобы от самых врагов наших, наветующих нам, особенно когда молимся, укрылось намерение предмет нашей молитвы. Молитва наша взойдет в свойственное ей совершенство, когда в нас совершится то, о чем молился Господь к Отцу Своему. Да, любовь, которую меня возлюбил ты, в них будет еще. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и те в нас добудут. Это будет тогда, когда вся наша любовь, все желание, вся ревность, все стремление, вся мысль наша, все, что видим, о чем говорим, чего надеемся, будет Бог. И когда то единение, которое есть у Отца с Сыном и у Сына с Отцом, излиется в наши сердца и умы, чтобы как Он искреннее, чистотой, неразрывная, любит нас любовью, так и мы соединены были с Ним чистой и неразделимой любовью. Достигший этого вступает в состояние, в котором не может не теплится в сердце его непрестанная молитва. Тогда всякое движение жизни его и всякое устремление сердца его будет единая непрерывная молитва, предвкушение и залог вечно блаженной жизни. Для достижения последнего совершенства в молитве надлежит утвердиться в памятовании о Боге и неотходном, к чему средством служит краткая, часто повторяемая молитва. Отцы наши нашли, что стремящийся к всегдашнему памятованию о Боге должен приобреть навык непрестанно повторять следующую молитву Божию. «Помощь мою во мне, Господи! Помощи мне почися!» Псалом 69, 2. Стишок этот не недостойный избран из всего Писания. Он выражает все расположения, требуемые в молитве, и отвечает всем потребностям молящегося. Он содержит смиренное исповедание своей беспомощности, исповедание Бога единым помощником, всегда готовым помочь, веру и чаяния, что ему, произносящему себе молитву, поможет и от всякой беды его избавит. Кто непрестанно призывает Бога этими словами, тот умно видит и сердцем ощущает Бога присущим себе, и к нему обращается, как к отцу сына, сыном нелюбящим сердцем, и через то привлекает на себя Божий покров, осенение и ограждение. И соделывается таким образом эта краткая молитва непреоборимой стеной против нападения бесов, разогнательницей шума мыслей, отразительницей помыслов худых, укротительницей страстных движений и воспитательницей всяких добрых насаждений в сердце. Отцы и заповедали нам, докучает ли страсть чревобесия в разнообразных своих проявлениях, «Взывай! Боже, поспеши на помощь мне! Господи, помощь мне подай!» Или чувствуешь нужду в более строгом посте для украшения плоти, и не надеешься совладеть с собой, и молись, «Боже, поспеши на помощь мне!» и прочее. Томит ли дух уныние и снегает печаль, отбивая от всякого должного дела, говори, «Боже, поспеши на помощь ко мне!» Или посети душу некое обвеселение духовное, и тебе желательно сохранить его и возвысить то же слово говори, «Боже, поспеши на помощь ко мне!» Подымется ли щекотание плоти со своей обольстительной сластью, и боишься, как бы этот огонь не опалил благовонного цвета целомудрия, «Называй! Боже, поспеши на помощь ко мне!» Или вошла бестревожность и прохлада в члены твои, и ты желаешь, чтобы это доброе состояние продолжилось, или навсегда прибыло в тебе усерднее тверди, «Боже, поспеши на помощь мне!» и прочее. Так и при всякой духовной нужде эту одну тверди молитвку, и будет она для тебя избавлением от всего худого, и охраной в тебе всего доброго. Почему пусть она непрестанно обращается в груди твоей при всяком деле и служении, на пути и за столом, при отходе ко сну и пробуждении, не переставай воспевать стишок этот и поучаться в нем, пока через постоянные упражнения в этом навыкнешь воспевать его и во сне. 210. Плодом этого будет, во-первых, первее всего то, что ты отвергнешь все богатство своих помыслов и удерживаемой единостью этого стишка, будешь все более и более навыкать объединение ума и помышлением о едином помощнике, веря его всегда присущим тебе, всевидящим и всесодержащим. Отсюда потом, восходя к живейшему общению с Богом, начнешь насыщаться все более и более возвышенными тайнами, погружаясь в Бога, с Ним единым пребывая и им единым удавляясь. Так, наконец, достигнешь ты и той, помянутой выше чистой молитвой, которая не допускает уже во внимание никакого образа и не проявляется никаким звуком голоса или произнесением каких-либо слов, но с неудержимой живостью и сторгается из сердца неизреченно восторженного пламенному стремлению ума к Богу и изливаются перед ним неизъяснимыми воздыханиями и стинаниями. Десятое. О руководстве в духовной жизни рассуждения с советом опытнейших. 211. Некогда собрали старцев к святому Антонию Великому и с вечера до утра рассуждали о разных духовных предметах и особенно о том, какая добродетель больше всех, которая могла бы сохранять нас неуловимыми для сетей обольщения дьявольского и прямым путем вести наверх совершенство. Предлагались разные мнения. Одни выставляли посты бдения, другие – нестяжательность и презрение всех вещей, иные – отшельничество или удаление в пустыню, иные – человеколюбие. Когда таким образом все высказались, стал говорить блаженный Антоний, «Все сказанное вами спасительно и необходимо для ищущих Бога и желающих прийти к Нему. Но дать первенство какой-либо из указанных вами добродетелей не позволяет опыты падения преуспевавших в них. Ибо отличавшийся строгими постами и бдениями, и пребывавший неисходно в пустынном уединении, и доходивший до крайней степени нестяжательности и щедрой милостиводавцев, попадались все эти врага и падали. И причина этому, думаю, не другая какая была, как недостаток растудительности. Ибо она научает человека идти царским путем, избегая опасных крайностей. В отношении к пощению, например, она не допускает ни до чрезмерного изнурения тела, ни до поблажек ему. В Евангелии она называется оком и светильником души. Светильник телу, говорит Господь, есть око. Если око твое будет чисто, то и все тело светло. Если око твое будет лукаво, то все тело твое будет темно. Как свет все освещает и око все видит, так и она все помышления и дела человека пересматривая и обсуждая, выясняет и определяет, что должно делать, как и от чего следует удержаться. Когда же у кого не достает такой растудительности, тогда дело о его и помышлении, не будучи строго обсуждаемым, текут, как течется. И тут враг успевает подставить ему кажущееся добро вместо истинного. И, прикрывая им ров или сеть, ввергает в них и погубляет его. Решение святого Антония подтверждается бесчисленными примерами. Вспомним о жалком падении старца Ирона. Он вдался в крайне строгий пост и глубокое уединение, и чтобы как-нибудь не нарушить его по внушению врага, не стал приходить в обычное собрание пустынников по субботам и воскресеньям, где во взаимном собеседовании выяснялись разные пути и распутия жизни строгой. Обольстившись этим будто добрым советом врага, он поддался ему еще в большем прельщении. Принял его за ангела, когда он явился ему в всем виде и согласился, по его слову, броситься в высохший колодец, расшибся и на третий день скончался. Вот и еще пример. Два брата вознамерясь идти в глубочайшую пустыню, положили не принимать иной пищи, кроме той, которую подаст сам Господь. Когда, блуждая по пустыне, они из них могли до того, что уже и двигаться не могли, напали на них мазики, дикий и жестокий народ, но, видя их в таком жалком положении, сжались над ними и предложили им хлеба. Один надумался и согласился принять хлеб, хотя и от человека, но как от Господа посланных, подкрепился и остался жив, а другой упорно остался при своем решении и умер от голода. Вот и еще. Некто из строгих постников и уединенников счел себя достойным общения с небесными силами. И враг не замедлил воспользоваться этим. Стал являться ему как ангел, давать откровения о делах и мыслях человеческих, производить в теле свет без светильника, достигший этим путем полного к себе доверия. И он велел ему, наконец, принять жертву Богу сына своего, подобясь Аврааму. И это, конечно, было бы исполнено, если бы сын, видя необыкновенное приготовление, не догадался убежать. Еще вместо Потамия одного воздержника и уединенника враг довел до беспрекословной веры с нам. Представил ему в сновидении два народа, христианский с апостолами и мучениками во мрахе, бесславе и скорби и плаче, и иудейский с Моисеем, патриархами и пророками в лучезарном сиянии, в славе и радовании, склонил перейти в иудейство и принять обрезание. Довольны и этих примеров, чтобы убедиться, что нерассудительность есть открытая дверь к падениям и пагубе. 213. Рассудительность есть дар Божий, который, однако, намлежит развивать и воспитывать. Как? Отдавая все свое на рассуждение опытнейших отцов. Это самая мудрая школа рассудительности, в которой научаются добре рассуждать о достодолжном, даже и такие, которые не имеют особой к тому способности. Так решается вопрос, как приобретается рассудительность. Приобретается истинная рассудительность истинным смирением, кое первым оказательством служит открывать отцам не только то, что делаем, но и то, о чем думаем, ни в чем не доверяясь своему помыслу, но во всем следовать наставлениям стартов и считать хорошим или худым только то, что они признают таковым. Такое действование и способность безопасно пребывать на правом пути и охраняет от всех сетей дьявольских. Тому, кто свою жизнь располагает не по своему суждению, а по совету преуспевших, невозможно пасть от прещения бесовского. Так предание рассуждению отцов своих помыслов заменяет свою рассудительность и научает ей. Враг не любит света. Почему откровение злых помыслов тотчас, как они открываемы бывают, разгоняет их и истребляет? Как змея, извлеченная из темной норы на свет, старается убежать и скрыться, так и злые помыслы, будучи обнаружены откровенным признанием и исповедью, стараются бежать от человека. Это подтверждается многими и премногими примерами и опытами. Ава Серафион рассказывает о себе. Когда был я в новоначале, то тайком от Авы брал себе сухой хлебец и съедал. Я делал это очень долгое время, и страсть овладела мною так, что я не мог одолеть ее. Совесть осуждала меня. Я же стыдился сказать об этом Аве. Но по смотрению человека, любивого Бога, случилось зайти к старцу некоторым братьям, которые стали открывать ему свои помыслы и просить на них разрешения. Старец отвечал им, что требовалось, причем пришлось говорить ей о воздержании в пище. Потом он прибавил, ничто столько не вредит монахам, и ничто столько не радует бесов, как утаивание своих помыслов от духовных отцов своих. Слова эти сильно поразили меня. Мне думалось, что Бог открыл старцу мои согрешения. И пришедши в сокрушение, я начал плакать. Потом вынул из-за пазухи хлебец, который обыкновенно крал, и, поверзшись на землю, просил простить прошедшее и молиться о сохранении меня от этого в будущем. Тогда старец сказал, признание твое освободило тебя от плена твоего. Открывши свои грехи, ты поразил беса, уязвлявшего тебя при твоем молчании. Доселе ты попускал ему обладать тобой, не противоречивая ему и не обличая его. А теперь, будучи изведен из сердца твоего и обнаружен, он уже не будет иметь в тебе места. Старец не окончил еще речи, как показалось, будто горящий факел вышел из недр моих и наполнил всю келью и зловонием. Так что присутствующие думали, что горит серо. Старец прибавил, вот Господь явно подтвердил истину слов моих и твоего освобождения. Так действием признания отступила от меня страсть чревоугодия. И с тех пор даже на мысль мне не приходило прежнее пожелание. 215. Что видим в Самуиле? Он с младенчества, будучи посвящен Богу и удостоясь беседы с Ним, не поверил своему помыслу, но дважды воззванный Богом, спешит к царству Ильи и от него получает наставление, как должно отвечать Богу. Таким образом, Бог Сам и того, кого удостоил собеседования с Собой, и восхотел руководить наставлением старца, чтобы через то путеводить его к смирению. Не то же ли видим и в Святом Павле? Господь Сам призвал его, но тут же отсылает его к Анании, чтобы у него научиться пути истины. И Сам Святой Павел после нескольких опытов проповеди евангельской идет в Иерусалим проверить свое благовестие, да не напрасно не подвязаюсь, Галатам 1.13, хотя ему осязательно сопутствовала благодать Святого Духа. Так очевидно, что Господь никому не открывает пути к совершенству, кроме руководимых коному, духовными отцами. Как еще и с пророка говорит, «Вопроси отца твоего и возвести к тебе старцев твоих и скажет тебе» в Тарзаконе 32.7. 11. О степенях совершенства духовной жизни по побуждениям к ней. 216. «Три побуждения заставляют людей подавлять страсти. Именно страх гиенского мучения в будущем или боязнь строгости законов о настоящем. Надежда и желание получить Царство Небесное. Наконец, любовь к добродетели или добролюбие. Что страх заставляет гнушать со скверны зла, об этом говорится в притчах. Страх Господень ненавидит неправды. 8.13. Что надежда также удерживает от увлечения страстями, об этом сказано. «Не пригрешат все уповающие на него». Псалом 33.23. А любви же сказано, что она даже не боится падения греховного. Любовь никогда не перестает. Посему апостол все дело спасения заключил в стяжании этих трех добродетелей, говоря, «Ныне пребывает вера, надежда, любовь сии три». Вера, внушая страх будущего суда и мучения, отклоняет нас от скверных страстей. Надежда, отторгая ум наш от настоящего, ожиданием небесных воздаяний, заставляет презирать все плотские удовольствия. Любовь огнем своим воспламеняя в нас любовь ко Христу, к приспиянию в духовных добродетелях, побуждает к совершенной ненависти отвращаться от всего, что противно им. Хотя эти добродетели все ведут нас к одному концу, то есть побуждают воздерживаться от всего недозволенного, но степенями своего достоинства они много разница между собою. Две первые свойственные тем людям, которые, стремясь к приспиянию, не восприяли еще сердечного их возлюбления. Третье же исключительно принадлежит Богу и тем людям, которые восстановили в себе образ и подобие Божие. «Ибо один Бог творит все благое не из побуждений, страха или воздаяния, но по единому благолюбию. Все соделал Господь себя ради, говорит Соломон, в притче 16, 4. То есть по благости своей Он обильно изливает всякие блага на достойных и недостойных, поскольку не может быть ни огорчен обидами, ни раздражен беззакониями людей, как вечно совершенная и по природе своей неизменная благость. Поэтому, кто стремится к совершенству, тот в первой степени страха, собственно, называется рабским называемого, должен постепенно восходить на стезю надежды. Здесь человек уподобляется уже не рабу, а наемнику, ибо действует в ожидании будущего воздаяния. Хотя он, уверенный в прощении грехов своих, уже не страшится наказания за них, осознавая в себе добрые дела, надеется получить за них добрую награду. Но не мог еще дойти до расположения свойственного сына, который в полной уверенности в отеческом всещедром к себе благоволении, не колебясь, почитая своим все принадлежащее отцу. Итак, мы должны ускорять свое шествие, чтобы посредством никогда не отпадающей любви, востекшей на третью степень сынов, почитающих своим все принадлежащее отцу, удостоиться восприятию образ и подобие небесного отца, исследуя примеру истинного сына и его взывать. Все, что имеет отец, суть мое. Что и блаженный Павел исповедует о нас, говоря, все ваше. Павел, Аполло, Скифа, мир, жизнь, смерть, настоящее, будущее, все ваше. К такому богоподобию призывает нас и заповедь спасителя. Будьте совершенны, говорит он, как отец ваш небесный совершен. У тех, которые находятся еще в состоянии рабов и наемников, расположение к добру иногда прерывается, именно когда душа по причине некоего охлаждения и ее чувства, или по причине развлечения мирскими удовольствиями и радостями, перестает поражаться страхом гиены или желанием будущих благ. Итак, мы не иначе можем достигнуть истинного совершенства, как возлюбивший Бога, не по другому чему, как по одному влечению любви к Нему, потому что и Он прежде возлюбил нас не для другого чего, как для нашего спасения. Для этого надо бы нам стараться с пламенной ревностью восходить от страха к надежде, от надежды на степень любви к Богу, или любви к самым добродетелям с полной горячностью душевную, чтобы, восприяв такую приверженность к добру, могли мы, сколько это заступно для человеческой природы, неуклонно пребывать в нем. 219. Великое находится различие между тем, кто страхом гиены или надеждой будущего воздаяния погашает в себе пламень страстей, и тем, кто по чувству божественной любви с омерзением отвращается от самой порочности и нечистоты, и бледет в сердце благо чистоты по любви и приверженности к чистоте, и все делает, не мук страшась, а добродетель любя, и не на воздаяние в будущем обетованное взирая, а насыщен, бывая, сознательным вкушением настоящего блага. В таком состоянии человек хотя бы не имел никого свидетелем своих дел, не дает себе воспользоваться случаем ко греху, не даже оскверниться тайно в мыслях услаждением греховным, и попитая в сердце истинную любовь к добродетели. Он не только не приемлет чувства ничего противного ей, но и с омерзением отвращается от того. А кто страхом удерживается от увлечения обобщением страстей, тот по отъятию полагаемой страхом препоны снова обратится к тому, что любит, и потому не всегда будет тверд в своей добродетели, и никогда не будет покоен от борения страстей, так как никак невозможно стяжать твердого и непрерывного мира внутреннего, подаваемого во дворением чистоты. Где же нет покоя от брани, там нельзя время от времени не получать и ран. Ибо сколь бы кто искусен ни был в деле брани, сколь бы мужественно ни сражался, хотя бы часто наносил противникам смертельные удары, а однако ж нельзя, чтобы его не коснулось иногда вражеское острие. Напротив, кто, подавив всякое восстание страстей, наслаждается уже безопасным миром, и вошел в приверженности к самой добродетели, тот постоянно сохранять будет это состояние доброго настроения, которым весь объят, и которому весь предан, так как уверен, что ничего нет пагубнее погубления чистоты. Ему нисколько не прибавит честность и уважение к присутствующим людям, и немало не уменьшит ее у него уединение. Но всегда и всюду, нося с собой и судью, не только дел, но и помышлений своих совесть, он преимущественно старается угодить тому, кого, как убежден, нельзя ни обойти, ни обмануть, от которого и укрыться нельзя. 220, страница 149, второй том добротолюбия. Кто, надеясь на Божью помощь, а не на свой ревностный труд, подобится достигнуть этой степени совершенства, тот из рабского состояния, в котором действует страх, и из состояния наемнического, в котором двигателем служит не внутренняя доброта действующего, а отчаяние, воздаяние, переходит в состояние усыновления, в котором не имеет места ни страх, ни желание награды, но непрерывно действует одна, никогда не перестающая любовь. Кто через такую любовь восстановит в себе образ и подобие Божие, тот будет услаждаться добром уже по сердечному расположению, к самому добру, истяжав терпение и кротость, как бы подобные Божиим, не будет потом гневаться ни на какие пороки согрешающих, но более соболезные, сострадая их немощем, молиться будет о помиловании их, воспоминая, что и сам дотоли был одолеваем подобными страстями, пока не спасло его милосердие Господа, и что не своими усилиями исторгся он из уз жизни плотской, а благодать Божия избавила его от нее, чтобы уразумел, что не гнев, а сострадание должно изъявлять к согрешающим, в мирном устроении сердца поя Богу. Растерзал я из узы мои, тебе принесу жертву хвалы. И еще, если бы не Господь помог мне, то давно бы вселилась душа моя в ад, и чтобы, находясь в таком смиренном настроении Духа, мог исполнить и следующую заповедь евангельского совершенства. «Любить врагов ваших, добро ненавидящим вас, и молитесь за творящим вам напасть и изгоняющих вас». И таким образом удостоился получить и прилагаемую к сей заповеди награду, по которой не образ, только и подобие Божие носить, сподобляемся, но нарисаемся сынами Божиими, да будете, говорится там, сынами Отца вашего, который на небесах, который солнцу своему повелевает сиять на злых и на добрых, и дождю проливается на праведных и неправедных. Какову и любовь, сознавая себя достигшим, блаженный Иоанн говорит, «До дерзновения имеем в день судны, потому что в мире всем поступаем, как Он. Ибо человек по природе своей немощный и слабый, чем другим может быть, как Он есть, если не простертием благожелательной любви сердца своего по подражанию Богу на добрых и злых, праведных и неправедных, так, чтобы творил добро по приверженности к самому добру, являя в себе истинно сыновленного Богу, о котором тот же блаженный апостол так возглашает, «Всякий, рожденный от Бога, не грешит, ибо семья его в нему пребывает, и не может согрешать, ибо от Бога рожден». И еще знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый к нему не прикасается. Это, впрочем, должно разуметь не о всяком роде грехов, а только о грехах смертных. Поистине, невозможно и самым святым не впасть в те малые прегрешения, которые бывают в слове, в мысли, в желании, по неведению, по забвению, по какой-либо крайности, по нечаянному случаю, которые, хотя различны от греха, называемого грехом к смерти, однако же не могут не иметь некой виновности и укоризмы. «Итак, кто, как мы сказали, приобретет любовь к добру и сделается подражателем Богу, тот, облегшись в милосердии и долготерпения Господне, будет молиться из-за самых занителей своих, взывая подобно своему Господу очерк. Отпусти им, ибо не знают, что делают. А всевидный же признак души, неочищенный еще от скверных страстей, состоит в том, что когда кто не имеет чувства соболезнования к чужим прегрешениям, но произойдет.